здравствуйте мои дорогие рукодельницы вы на канале вяжем спицами с вами галина сегодня у меня для вас новый интересный необычный узорчик смотрите какая красота такой вот ажурный ажурный колосок как-то так видите как он смотрится шикарно это его изнаночная сторона узор образуется за счет вытянутых петель раппорт узора состоит из 6 петель плюс 3 дополнительные петли и сейчас мы с вами свяжем такой красивый узор для образца я набрала 17 петель с учетом кромочных такой маленький небольшой образец я свяжу чтобы вы посмотрели как он вяжется и так вяжем первый ряд кромочную петлю снимаем первая у нас будет изнаночная 1 изнаночная 1 лицевая а дальше мы будем чередовать 2 петли изнаночных и 1 лицевая снова 2 изнаночных 1 лицевая и так до конца ряда 2 изнаночных и 1 лицевая и в конце ряда последняя изнаночная и кромочная так же как и в начале ряда начали с изнаночной и закончили изнаночной следующий ряд 2 и все четные ряды вяжем по рисунку как смотрят петельки лицевая над лицевой изнаночной над изнаночной 2 ряда провязали и самостоятельно провяжем еще ряд туда и обратно точно так же по рисунку изнаночная лицевая и дальше до конца ряда 2 изнаночных и 1 лицевая нас получилось вот такая вот резиночка 1 лицевая и 2 изнаночных провязали 4 ряда и вяжем следующий 5 ряд кромочную сняли 1 изнаночная лицевая дальше делаем накид провязываем 2 петли вместе изнаночной и затем вывязываем вытянутую петлю из 1 2 3 4 вот прям самое основание как раз вот над изнаночной петлей вывязываем вот такую вытянутую петлю одну и затем следующую петлю вот у нас лицевая и 2 изнаночные как раз напротив изнаночной тоже прям в основании в самый первый ряд и вывязываем еще одну вытянутую петлю вот таких 2 вытянутых петли получилось дальше у нас будет лицевая и 2 петли вместе изнаночной мы провязали 1 раппорт накид снова лицевая накид 2 петли вместе тоже мы повторяем изнаночной и затем вытянутая петля напротив изнаночной петли вот сюда 1 вытянутая и следующую вытянутую мы вывязываем вот лицевая изнаночная и 2 изнаночная как раз напротив 2 изнаночной 2 вытянутая петля 2 изнаночных 2 вместе изнаночных накид и дальше повторяем до конца ряда конца ряда лицевая изнаночная и кромочная вот что у нас получилось следующий изнаночный ряд кромочная 1 лицевая дальше изнаночная накид накид мы провязываем лицевой петлей у нас получается 2 лицевых также чередуем изнаночная и 2 лицевых так смотрите дальше изнаночную после лицевой провязали и вот эти вот у нас две вытянутые петли вот они купа соскочила вот они две вытянутые петли их мы снимаем не провязывая одну и вторую знаете так чтобы они вот ровненько полегли сняли и дальше снова повторяем 2 лицевых 1 лицевая и накид тоже провязываем лицевой у нас получилось 2 лицевых изнаночная снова накид провязываем лицевой следующая лицевая 2 лицевых изнаночная и опять снимаем ниточку оставляем перед работой и снимаем 2 петли вытянутых не провязывая вот они ровненько легли и так до конца ряда так лицевая накид провязываем лицевой изнаночная в конце ряда лицевая и кромочная так провязали следующий ряд так вот что у нас получилось кромочная изнаночная лицевая 2 изнаночных как смотрят петельки и затем вот эти вот у нас выйти две вытянутые петли и лицевая петля вот она за ними их мы провязываем 3 петли вместе лицевой упустила 3 петли вместе провязываем лицевой так дальше 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных и и снова 3 петли вместе вяжем лицевой 2 вытянутых петли и 1 лицевая петля и так до конца ряда 2 изнаночных лицевая изнаночная и кромочная так вот у нас они соединились следующий ряд вяжем по рисунку как смотрят петельки 1 лицевая и 2 изнаночных 1 лицевая 1 изнаночная 2 лицевых 1 изнаночная 2 лицевых 1 изнаночная так до конца ряда так вяжем следующий ряд дальше у нас как бы собственно идет повторение кромочная изнаночная 1 лицевая накид 2 петли вместе изнаночной 2 вместе изнаночной провязали и теперь вытянутую петлю мы будем вывязывать вот из этого отверстия которое у нас образовалась за счет накида за счет накида вот вывязываем вытянутую петлю и из следующего вот этого отверстия связываем следующую вытянутую петлю вот такие две вытянутых петли дальше вы уже знаете 1 лицевая 2 вместе изнаночной накид снова лицевая накид 2 вместе петли изнаночной и вытянутая петля вот из отверстия где было накид 1 вытянутая петля и следующая вытянутая петля вот отсюда вот такие две вытянутые снова лицевая 2 вместе петли изнаночной накид и так до конца ряда провязали следующий ряд кромочная лицевая изнаночная накид провязываем лицевой следующая у нас тоже лицевая изнаночная снова так далее у нас идут две петли вытянуты их снимаем не провязывая так чтобы они ровненько были снова лицевая накид тоже вывязываем лицевой ну и так до конца ряда изнаночная 2 лицевых изнаночная и 2 петли снимаем не провязывая 2 лицевых изнаночная и в конце ряда лицевая и кромочная дальше кромочная изнаночная лицевая 2 петли изнаночных и затем соединяем 2 вытянутых петли и 1 лицевая петля провязываем их 3 вместе лицевой 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных и снова 3 петли провязываем вместе лицевой так до конца ряда следующий ряд вяжем по рисунку как смотрят петельки так ну и дальше узор повторяется снова вывязываем вытянутые петли вот из этих вот отверстий такой вот узор получается интересный красивый необычный вот так оригинально он смотрится кому понравилось ставьте класс пишите куда вы будете использовать этот узор что вы будете вязать им делитесь в комментариях не забывайте подписываться на канал нажать на колокольчик чтобы вам приходили сообщения о всех обновлениях на моем канале ставьте класс кому понравился этот узор всем пока и до встречи в следующем видео